Это самое легкое и простое приготовление. Зимняя рыболовная насадка показывает шикарные результаты как по первому льду, так и в глухозимье. Давайте ее приготовим, а в конце ролика покажу, какого карася поймали на эту насадку. Берем яйцо, нам понадобится белок. Это уже пройденный этап. Во многих моих насадках мы его используем. Он как связующее зарекомендовал себя лучше всех. Итак, вот я вылил в нашу тарелочку белок. И берется простецкая обычная мука. Добавляем муку. Но муку добавляем без фанатизма. Нам надо, чтобы наша насадочка получилась жидкая. И самый секретный ароматизатор это ванилин. Ванилин добавляется для вкуса и запаха. Вот так вот я немножко посыпал. Песня. Ванилин обожает все рыбы. Не знаю такую рыбу, я имею ввиду измирной, там не хищники, там щука, судак, а измирной рыбы. Я не знаю ни одной рыбы, которая не любила бы ванилин. Дал стакан, потому что в тарелке это, конечно, не размешаешь, так, для нужной консистенции. Все мы это дело высыпаем в стаканчик, вот так вот. И вот теперь, ну, замечательно, друзья. Так что никаких тарелок, берите в кружку и в кружке мешаете. Сейчас я вам покажу. Буквально пару секунд. Смотрите. Шикарно. Потом мы возьмем крючок, проверим, как оно будет держаться. Отлично держится на ложке, висит, тянется. То, что доктор прописал. Как набрать в шприц тесто жидкое? Берете, снимаете вот эту вот штучку, берете сам шприц, вот этой стороной широкой опускаете и тянете. Показываю. Заполнен. Так, берем, есть у меня крючок с леской. я уже подготовил. И сейчас проверим, как оно будет держаться. Если оно не будет держаться, значит придется добавлять еще муку. Ну, вроде, что-то накрутил. Не сказал бы, что супер накрутил. Попробуем. Я думаю, вам видно. Вот, смотрите, я накрутил, что вот такие вот даже сопельки еще болтаются и вы знаете, держат. спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok